Зарплаты, пенсии, внешний долг обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера министра финансов. Оба в новых должностях впервые докладывали президенту. Речь шла прежде всего об исполнении государственного и местных бюджетов. В этой связи Александр Лукашенко особое внимание обратил на поддержание достойного уровня оплаты труда бюджетников. Мы договаривали, что она должна быть у бюджетников примерно 80% от средней зарплаты по стране. Но, естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии – это святое. 40%, чего бы нам не стоило, мы должны пенсии держать в стране от уровня заработной платы. Так? 40%. Ветераны оказались самими стойкими и надежными нашими людьми. Ну, фактически опоры нашей государственности в этот непростой период. Нельзя их обидеть. Ни в коем случае. Если мы их обидим, значит, мы просто не власть и не государство. Конечно, время непростое. Мы сегодня говорим о том, что мы очень большие деньги бросили на лечение людей от коронавируса. Это очень большие расходы. Плюс еще напрягли экономическую обстановку вот эти хождения по улицам, так называемые акции, митинги. Никто же деньги из них не считает. 600 миллионов – это уже мы видим потери. А сколько косвенных будет потерь – вопрос. Некоторые недобор дохода в республиканском бюджете создают трудности в финансировании расходов. Однако, отвечая на вопросы журналистов, министр финансов подчеркнул – все социальные обязательства перед людьми, касающиеся выплат зарплат в бюджетной сфере пенсии, будут выполнены. Это достаточно большие трудности с точки зрения тех предыдущих лет, которые мы видели. Но с учетом того, что у нас есть определенный объем остатков, которые мы сформировали в предыдущие годы, мы все социальные обязательства выплатим. Что касается заработной платы, поддержки фонда соцзащиты по пенсиям, здесь все будет реализовано. Вместе с тем, необходимо в такой ситуации оптимизироваться, что мы и делаем. От части расходов придется отказаться. Но это не коснется именно тех обязательств перед людьми по заработной плате. И другие все будут выполнены, безусловно. Что касается платежей по внешнему долгу, в этом году свыше 3,5 миллиардов долларов, то этот процесс идет по плану. 2 миллиарда страна уже выплатила, часть долга рефинансировала еще в начале года. Сейчас Минфин прорабатывает новые сделки, в первую очередь с российскими банками. За мирную и спокойную Беларусь в этот девиз продолжает объединять множество людей в разных городах страны. Сразу после рабочего дня минчане соберутся на площади у Комаровского рынка. Их поддержат и в других городах. На улице выйдут жители Барановичей, Малориты, Сморгони, Лиды и многих других населенных пунктов. Сегодня в списке их не меньше десятка. События последних недель сплотили белорусов. Они откладывают семейные и личные дела, встречаются на площадях и улицах, чтобы выразить свою позицию за жизнь в современной Беларуси с уверенностью в завтрашнем дне. Конституция не предусматривает возможности создания общественных организаций, которые были бы правомочны пересматривать итоги президентских выборов. Об этом сегодня журналистом заявил председатель Конституционного суда. На Конституционном уровне и в соответствии с избирательным законодательством определены два органа, которые правомочны рассматривать вопросы, связанные со спариванием итогов, выводом, признанием их недействительными и разрешать другие споры в избирательном процессе. Это Центральная избирательная комиссия и Верховный суд Республики Беларусь. Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов или организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Республики Беларусь, ни в порядке определенном Конституции, ни в порядке определенным избирательным законодательствам является неконституционным. Сегодня Конституционный суд вращает внимание, что необходимо всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности. Это даст возможность эффективно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране, негативно повлиять на стабильность и суверенитет государства, мир и согласие в нашем обществе. Конституция – главный документ страны, граждане и власти обязаны руководствоваться ее положениями. Петр Миклашевич подчеркнул, что в Беларуси единственным источником государственной власти является народ. И именно он, народ, правомочен принимать участие в формировании госвласти, безусловно, в рамках Конституции, что и было сделано 9 августа. На прошедших выборах большинством голосов президентом Беларуси был избран Александр Лукашенко. Демократичность и легитимность выборов подтверждается соблюдением принципов и норм Конституции в избирательном процессе, отметил глава Конституционного суда. Тем временем аналитики комментируют программу Координационного штаба оппозиции. Она была опубликована в сети интернет, а затем из общего доступа исчезла. Упоминание осталось только в кэше Google. Вот что эксперты, которым удалось прочитать документ, о нем говорят. Я впечатлилась. Сразу стало понятно, кто писал, для чего это все делалось. Это Украина номер два. Тут даже какого-то варианта второго быть не может. Потом я начала уже смотреть, что дальше предлагается. Экономические реформы, пенсионные реформы. Но если в двух словах, то мы продадим квартиру, у нас будет очень много денег, и мы будем жить в съемном жилье. А потом придет иностранный инвестор. И всех, кто когда-то попал под оптимизацию сокращения, он создаст рабочие места, и мы будем жить припеваючи. То есть это классика жанра. Запад нам поможет, заграница нам поможет. Ничего конкретного. Вот вы знаете, я удивляюсь людям, которые выходят на забастовки государственные предприятия. Ведь там же в этой программе черным по белому написано, что придет иностранный инвестор. И для кого создаст рабочие места? Для уволенных с государственных предприятий. Вот в буквальном смысле я все это распечатала. У меня здесь это все есть. То есть создаст рабочие места для тех, кто уволен с государственных предприятий, силовиков, государственных организаций. Индивидуальный предприниматель будет вести свой бизнес, мелкий бизнес за счет собственных средств, либо за счет средств родственников и знакомых. То есть как бы понятно, что вся инфраструктура серьезная, вся промышленность, сельское хозяйство, все будет отдано инвесторам. Приватизацию мы прошли в Советском Союзе. В период развала мы прекрасно знаем, что это такое. Ни один простой рабочий с мозольными руками в этой приватизации участвовать никогда не будет. Зарубежные телеграм-каналы, призывающие людей на улицу, экскандидат в президенты, покинувшие страну, ведущие переговоры с иностранными дипломатами, финансирование оппозиционных СМИ и прямая поддержка оппозиции, а еще усилившаяся военная активность возле наших западных границ. По мнению экспертов, Беларусь столкнулась с небывалым внешним давлением и в нашей стране попытались реализовать иностранные сценарии цветных революций. В настоящее время мы сталкиваемся, на мой взгляд, и эта оценка не только моя, а всех специалистов, с беспрецедентным давлением на наше государство, причем со всех сторон. Это политическое, экономическое, информационное воздействие. Одновременно, и это отмечаем мы, очень серьезно усиленно разведывая деятельность против нашей страны в том числе. Мы наблюдаем повышение разведывательной активности путем полетов, которые осуществляются на сопредельной территории. Разведывательную авиацию, причем речь идет о разведывательной авиации как стратегического, так и тактического уровня. Мы говорим и оцениваем, что на сегодняшний день интенсивность полетов в боевой авиации увеличилась. При этом ежесуточно мы видим практически в два раза повышение. За прошедшие сутки практически 42 боевых вылета, и это все в направлении государственной границы. В настоящее время на территории европейских государств проводятся пять крупных мероприятий оперативной боевой подготовки. В ходе проводимых мероприятий отрабатываются вопросы силового применения. Речь идет о отработке так называемых и реализации задач в ходе проведения операций по кризисному регулированию, а также решения задач и в форме наступательных действий. Внешнее воздействие в интересах иностранных государств никуда не денется. Ну смотрите, что тут говорить, когда основной канал координации сидит в Польше. Вот там говорят, что 100 тысяч человек вышло на протест. Вопрос, откуда они узнали, когда и куда выходить? Кто это координирует? Понятно, люди сами собой выйти никуда не могут. Их кто-то должен собрать. Если лидер протестов уезжает в соседнюю страну и оттуда ведет, извините, пропаганду, а представители соседнего государства говорят, что надо бы нам забрать Гродненскую область, а президент третьей соседней страны дает рекомендации о том, что нужно отказаться от власти и пойти путем, который себя зарекомендовал во всех странах, ставшими жертвой цветных революций, а европейские страны отказываются признавать итоги законных выборов, ну, наверное, есть внешние вмешательства. Это попытка цветной революции с целью реализации программы максимум свержения власти Лукашенко, а программа минимум – ослабить Беларусь. Она все-таки является сегодня серьезным экономическим игроком на европейском пространстве и таким образом получить определенные преференции для себя. Если кто-то думает, что это все направлено за демократию, свободу или права тех людей, которые выступают сегодня, это все про это, то нет, это не про это, это про экономику, это про деньги. Вообще, о чем бы мы ни говорили, речь всегда идет о деньгах. Нужно знать просто европейских политиков и тех кукловодов, которые финансируют, и не просто так они финансируют все эти события, они от этого хотят получить свой гешефт. И они будут это делать, и успокаиваться сегодня не нужно. Это может где-то там притихнуть, затихнуть, но через какое-то время они снова и снова будут пытаться добиваться тех целей, которые они перед собой поставили. События в Беларуси по-прежнему вызывают интерес у экспертного сообщества за рубежом. Известный украинский журналист и публицист Максим Равреба в программе «Марков. Ничего личного» заявил, что ситуация в Беларуси развивается по сценарию типичной цветной революции. Журналист, в том числе для протестующих, обрисовал картинку, которую могут привести их действия. Если будут потеряны социальные блага, которые выстроил Лукашенко для населения, исчезнет социальная бесплатная медицина, будет чудовищный рост цен, упадет рубль, начнется, естественно, гиперинфляция. У меня плохие новости очень для тех, кто ходит на протесты. Дело в том, что если кто-то надеется на социальные лифты, то зря. Потому что те, кто это все оплачивает, а это оплачивается, у них все расписано. Кто что займет, кто чем будет владеть, кто чем станет и кто кем станет. Для участников протестов исключительно массовка. Пушечное мясо, если будет обострение. Никто ни о ком не будет заботиться после того, как дело будет сделано. Беломайдан – это уже реальность. И что будет с белорусскими заводами в случае цветной революции? Каким может быть следующий шаг оппозиции? Полную версию интервью смотрите на сайте телеканала ОНТ и на нашем ютуб-канале. Творческая молодежь Косова составила свое письмо поддержки Белоруссии. Солисты известного ансамбля «Косовские пионы», собранного из артистов 15 городов и деревень, обратились в первую очередь к молодым белорусам с просьбой вспомнить историю их родины и оценить, какие последствия влекут за собой вмешательство внешних сил в политику страны. Вот несколько фрагментов из трогательного обращения. Мы тоже молодые люди и можем понять, что кому-то надоело иметь одного президента в течение 26 лет. Нам, неопытным молодым людям, очень часто надоедают и наши родители, особенно если они постоянно нас учат и, как правило, чему-то хорошему и полезному. К несчастью, обычно мы понимаем, какую защиту имели только тогда, когда ее теряем. Мы понимаем, что когда человеку не так плохо, ему всегда хочется, чтобы было еще лучше. Это подобно тому, что здоровый человек имеет тысячи желаний, а больной только одно. Но как только вы потеряете свою свободу, независимость и достоинство, тогда поверьте, вы все оцените и захотите всеми силами их вернуть, но только будет поздно. Говорят, что большое видится на расстоянии. Тогда посмотрите на вашу ситуацию из наших разбитых оккупированных деревень, из проданных фабрик, из наших монастырей 14 века, обнесенных сегодня колючей проволокой. И тогда, надеемся, вы все поймете. Поймете, что надо хранить единство народа, веры и государство, чтобы быть независимой, свободной, прекрасной страной. Вспомнить тех, кто подарил нам сегодня мир, сегодня столичная молодежь, почтила память погибших в Великой Отечественной. Акция «Мы памятаем» ежегодно проходит во всех уголках Беларуси. К основанию памятника оскорбящей матери в парке Челюскинца в Минске возложили 75 роз за каждый год мирной жизни после войны. Патриотическая акция «Мы памятаем» проводится на постоянной основе, независимо от времени года. Мы просто считаем своим долгом молодежи собраться и отдать дань нашим дедам-прадедам и тем страшным событиям, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Это лично моя история. У меня дедушка воевал, и один, и второй дедушка воевал. Один был водителем, а другой разведчиком. Ну и как для меня, я, ходя на могилы людей, которые тоже загинули в период Великой Отечественной войны, не только их память почитаю, но и почитаю память своего дедушки. Молодежь активно поддерживает порядок в местах захоронения солдат Красной Армии. И вот уже 7,5 десятилетий мы храним память о тех событиях и помним уроки истории, чтобы такого больше не повторялось. Беларусь станет первой страной, куда Россия поставит свою вакцину от коронавируса. Более того, наша страна заинтересована принять участие в третьем этапе тестирования препарата. Прививку сделают тем, кто этого пожелает, и будут наблюдать за реакцией иммунной системы. Москва уже направила документы для организации совместного исследования. Готовь Санту летом. В Великобритании открылась школа для Санта-Клаусов. За парты волшебники сели раньше обычного, потому что теперь им приходится планировать Рождество в условиях борьбы с COVID-19. Новогодним чудесам и раздачу подарков пандемия помешать не должна. Санта-Клаусы сейчас проходят инструктаж о том, как сделать общение с детьми максимально безопасными. При посещении резиденции важно будет соблюдать социальную дистанцию в 2 метра и, конечно, маски. Их уникальный дизайн для Санта тоже запомнится. Мне сразу понравилась моя Крисмас-маска. Вы же понимаете, насколько это важно. Она не только защищает нас, но и является модным аксессуаром этого сезона. Так что мы вроде как в тренде. И усы не надо укладывать. Вам ведь тоже нравится, правда? В этом году на коленях у Санта дети тоже сидеть не будут. Зато вручение подарков станет еще одним развлечением. Со специальных саней ребенок сможет вытянуть заветную коробку за веревку.